Продолжаем наш автотур по США. В прошлой серии, если вы помните, мы закончили на посещении Дисней Уолт во Флориде. Это было просто отпад. Далее мы отправились в космический центр имени Кеннеди. Вернее, в его центр для посетителей возле мыса Канаверал. Кто будет во Флориде, обязательно съездите сюда, это того стоит. С этого центра проводились запуски кораблей лунной программы. Меркурий, Джемин, Аполлон, а также корабли Space Shuttle. Но в 2011 году США прекратили все государственные программы. И только в 2014 году НАСА и компания SpaceX заключили договор аренды территории центра на 20 лет. Теперь Илон Маск запускает отсюда свои корабли Falcon and Dragon. Основной экспонат центра для посетителей перед вами. Это реконструированный стартовый аппарат Saturn V, с которого люди высаживались на Луну. Он просто огромный, 111 метров. Также в стоимость входит обзорная экскурсия по основному центру. Два кинотеатра IMAX с демонстрацией шикарных фильмов о космосе. Симулятор взлета корабля Shuttle, когда вы находитесь внутри кабины с пристегнутыми ремнями безопасности. Начинаете взлет и 8 минут поднимаетесь на орбиту. Образовательный центр, встреча с ветеранами-астронавтами, парк ракет, кафе, детская игровая зона и много различных космических экспонатов, типа настоящего лунного камня. Короче, центр очень крутой. Мы провели тут с детьми весь день, от открытия и до заката. И ни разу не пожалели. Едем дальше. Атланта, столица штата Джорджия. Здесь расположен крупнейший аквариум в западном полушарии. Четыре минуты осталось. Офигеть. Вот это вот. Нам, конечно, очень повезло. Когда мы зашли на второй этаж, то тут никого не оказалось, и мы одни любуемся аквариумом через огромные стекла. Они где? Все неплохие аквариумы. Ой, просто они зубками. Как будто вот зубками. О, вот это скай. Носка. Это рыбомеч. Мам, рыбомеч. Ага, смотри, какой нож. Ебанец. Ой, желтенький. О, вон большой. А, вон окулка. Кусь, давай, давай. Внимание. Мотор. О, кошка, снимай. Снимай, снимай. Душа такая. Вон еще одна. Она проплыла, горячая. Ой, мама. По себе сама, по себе сама, по себе. После Атланты наш путь следует на западное побережье и первым в нашем списке национальный парк Арки, до которого еще очень-очень далеко. Знаменитая река Миссисипи, родина Томасуэра и Геккельбери Фина. Правда, жили они немного выше по течению реки в штате Миссури. Посидели, пообедали, помочили ноги в Великой реке и едем дальше. Луизиана, Техас, погуляли немного в Далласе, Нью-Мексико, Арканзас. Паш, смотри, горы какие красивые. Паш, у нас таких нету. Три полных дня, и мы в маленьком, но самом большом городке на юго-востоке штата Юта, Маабе. Это вход в национальный парк Арки. С восходом, чтобы сделать хорошие фотографии, нужно отправиться к двойной арке или к аркам окна. Ну а дальше выбирайте маршрут в зависимости от сил. В парке находится более двух тысяч природных каменных арок. Через весь парк проходит живописная дорога Арчер Сценик Драйв, по которой можно попасть ко всем достопримечательностям. Нам одного дня не хватило, и мы поехали утром второго дня, чтобы посмотреть все оставшиеся арки. Гуляя по парку, не забудьте запастить большим количеством воды, особенно если вы гуляете с детьми. По температуре? Ландшафтная арка. Самая большая арка в Северной Америке. Ее пролет составляет 88 метров. Самая дальняя часть парка, куда можно добраться на обычной машине, называется Сад Дьявола. Отсюда начинаются тропы различной сложности. Назад к машине от арки Темный Ангел мы решили вернуться по обходной тропе. Саша, твои школы не приедут. Только летом, да. Твои школы только летом. Или так, брать программы и учиться. Да, это нереально. Мама! Да, недооценили мы тропу. Она оказалась совсем нехоженная, и мы еле нашли дорогу назад, используя GPS и оффлайн-карту. Следующая наша остановка – Национальный парк Грэн-Каньон. На камеру тяжело передать своего величия, тем более, видите, над ним такой смог стелится в летнее время от пожара. Но все равно, видеть его – это потрясающее зрелище. Мама, не сказали. Въезд парк на машине стоит 30 долларов на 7 дней. Гораздо выгоднее за 80 долларов купить годовую карту на машину на все Национальные парки США, что мы и сделали в итоге. Мы не стали спускаться вниз в каньон, с маленькими детьми это нереально. Поэтому ходим только по верхним тропам. Я смотрю, течение-то там не бурное совсем. Там и лодочки плавают. Ну, чуть-чуть там что-то какой-то бурлик. Какие-то ядеревые тропы были из тропы. На ночлег впервые за поездку встали в кемпинге за территорией парка за 10 долларов в сутки. Немного неудобно каждый день ездить в парк, зато дешево и народу не очень много. Проблема только в дровах, поэтому мы будем палить шишки. Ну, а таким зрелищем, как олень с огромными рогами у дороги, тут вообще мало кого удивишь. В общей сложности мы пробыли в парке 3 дня, хотя тут можно зависнуть и на целую неделю. По дороге в Лас-Вегас вернули в западную часть парка Грэйн-Каньон-Вэст-Рим, который находится под управлением индейского племени Уалапай. И карта на все национальные парки тут не действует. А вход довольно дорогой, 45 долларов плюс 23 доллара за прогулку по стеклянному мосту Скайволд, ради которого сюда в принципе все ездят. Но удовольствие, скажем так, сомнительное. Во всяком случае, на меня это не произвело впечатление. Кстати, фото и видеосъемка на мосту стоят отдельных денег, поэтому я вам его не покажу. Еще тут есть рача в стиле вестер. Но тоже так себе достопримечательность. Короче, нам не понравилось совсем здесь. Курить прям. Ага. Под вывеской не курить вообще. А где кто? Я не видел. Да вон, но у смокила прям под ней стоит и курит. Красиво. Красиво. Ну, это раньше чисто, да. Ну, пойдем что-нибудь пофоткарь слить. Ага. Вьес в Лас-Вегас у нас получился ночной, что в принципе довольно неплохо. Все горит и светится, и ты пребываешь в таком небольшом шоке. Куда бы попали, гора горит. О, боже, боже, нифига себе. Нифига себе. А это знаменитый танцующий фонтан отеля Беладзио. Я могу видеть, ты, че ты, че ты, че ты, че ты, большая дружка. Продолжение следует... Продолжение следует...